Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария, 6 декабря. Бамба, скажи, поздоровайся. Вот, сейчас на улице 3 градуса, сумрачно, но тумана такого сильного нет. Так, а что мы сделали, господа, вчера? Вчера у нас была некая проблемка, это не то, что проблемка. Вот, смотрите, я вам расскажу. Вот, если вы видите, вот это люк. Это люк, в котором стоит счетчик воды, в котором стоит кран, который закрывается и открывается, а подача воды на дом и на участок. И вот, смотрите, вот здесь, вот здесь это летняя раковина, где кран. Где, ну, такая ниша, это было при покупке. И, господа, вот этим всем мы пользовались до момента, пока у нас не была полностью построена кухня. Здесь мы мыли посуду. Три месяца мы выходили из дома. Здесь мыли руки, посуду, мыли овощи. В общем, пользовались этой водой. Да, друзья, и стал вопрос. Мы в этом особо ничего не понимаем. Но нам сказали, что трубы от ямы до вот этого крана, ну, их нужно как-то утеплить или закрыть, потому что труба может лопнуть. Вчера Света с Ильей засыпали туда, сняли вот крышку, засыпали туда песок, засыпали туда залу. Ну, как бы и перекрыли этот кран. И перекрыли этот кран. Друзья, не знал бы, так, да и ушли бы трубы, как мне сказали. Вот. Так что, а что было до нас? А до нас это все просто было перекрыто. Перекрыто, и вода шла не на дом, а только сюда. Вот. Так что этот вопрос мы решили. Эту яму проложили какими-то утеплителями, не знаю. В общем, я в этом ничего не понимаю, господа. Света с нашим работником это все делала вчера. Так. Смотрите, ну, это наши окна. Вот так выглядят наши окна. Это окна в наш зал, в нашу комнату. Это мы все получили в наследство при покупке дома. Ну, что вам могу сказать? Вы сами все видите, увидите. Изоляция ее нет, сделано плохо. Сделано плохо. И, скорее всего, и здесь что-то продувает. Вчера также поехал, купил какой-то силикон. Господа, ну, не инженер. Я не знаю, что мы там покупаем и что мы там делаем. Потому что, и даже честно вам скажу, не хочу в этом понимать. Ну, не мое это. Вот. Так что, вчера часть замазали в окнах. Часть в окнах замазали. А часть замажем сегодня. Господа, ну, видите, трещинки. Это все, естественно, мы получили в наследство при покупке дома. И... А на кого нам грех жаловаться. Цена недвижимости была такая, что, в общем-то, окна были новые. Окна были новые при покупке. Будем делать. Будем утеплять. Да, вот тарелка сателлитная, которую нам поставили от Vivo.com. Мы имеем сейчас 200 каналов за 17.90 лев в месяц. Все каналы практически на болгарском языке. С одной стороны, это очень хорошо, потому что мы можем смотреть новости на болгарском. И, соответственно, когда смотришь телевизор на другом языке в стране, где ты живешь, ты слышишь, ты запоминаешь слова, и это помогает, это очень помогает в изучении языка. Поэтому рекомендую, друзья, потратьте хотя бы несколько часов своего времени, чтобы у вас был включен телевизор именно на болгарском языке. Кто, конечно, хочет этот язык изучать? Мне это нужно. И поэтому я слушаю новости на болгарском. Я смотрю футбол на болгарском, и кулинарные программы я также смотрю на болгарском языке. Язык придет обязательно, если вы будете хотеть его получить. Поэтому очень рекомендую все-таки, чтобы у вас были какие-то программы на болгарском. В этом сателлитном пакете есть и несколько каналов на русском языке, ТНТ. Это интересно, мы смотрим. Новостные каналы. В основном, конечно, мне нужно это было для того, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу. Ну и, как говорится, чтобы иметь представление вообще, что происходит в стране, где мы живем, в Болгарии. Потому что сейчас политическая обстановка непонятная. И очень бы хотелось от моих болгарских подписчиков получить комментарии по поводу того, что происходит с Шенгеном. Вообще, как болгары, которые живут здесь, к этому относятся. И ваше мнение, мои дорогие болгарские подписчики, будет очень интересно, я думаю, и другим тем, кто прочитает это. Потому что я, честно говоря, не понимаю всю эту шенгенскую ситуацию. В политику не вхожу. Но интересно. Вот. Да. Прошли дожди. Хорошие дожди. Выпал снег. Снег пропал. И уже, друзья мои, Светка за две недели до этого полно посадила здесь траву и уже начинает, уже начинает травка после воды вылезать. Поэтому к следующему году мы получим здесь полностью зеленую лужайку. Сейчас только время. И Божья помощь с неба нам в этом поможет. Вот. Естественно, мы будем еще обрабатывать все деревья. Сейчас не время. Много плодовых деревьев. Вот эта большая яблоня, которую надо будет подрезать. Здесь у нас слива. Друзья, я не иду по участку. Я стою вот на бетонной дорожке, потому что шаг в участок, многие сами понимаете в чем. В говнище и в грязище. Поэтому не хожу туда. И фотографирую и снимаю видео отсюда. Вот. Так что сегодняшний день у нас план замазать силиконом окна. И посмотреть вообще, что из этого выйдет и как нам это поможет. Вот наши две, даже три огромные липы, которые цветут летом красиво. Лето вообще замечательно, господа. Вон уже и гора вдалеке просматривается здорово. Вот началось утро 6 декабря. Попили кофе, встали, проснулись, покормили всех животных, естественно. И сегодня будем готовиться к завтрашней поездке. Завтра едем в короткий тур в Турцию до границы. Посмотреть, узнать. Интересные ваши рекомендации, комментарии. Пожалуйста, пишите. Это очень важно для меня. Потому что любой позитивный и умный комментарий всегда полезен не только для меня, а для всех подписчиков. Заранее всех вас благодарю за подписку, за ваши лайки, за ваше приятное отношение к моему каналу. Это приятно, это позитивно и это очень меня радует. Так что 6 декабря продолжаем день. Хорошего вам настроения, друзья. Позитива. Хубов ден. Субтитры сделал DimaTorzok